С добрым утром! На часах уже 7 часов, и друзья, сегодня я приветствую вас на карте GTA San Andreas для Майнкрафта Бокет Эдишн. Я знаю, что карты довольно легендарны, ну и сама игра тоже очень легендарная, возможно, многие играли в эту игру. Даже, наверное, не многие, а уже все играли в эту игру, и многие, точнее все, я не знаю, почему я говорю, многие все знают именно об этой части GTA. Да, она была легендарной из всех серий GTA, потому что в ней была самая большая карта. Ну, собственно, друзья, сейчас мы зашли в дом СиДжея. Да, я помню, здесь мы сохранялись, здесь была кухня, ну, а эта дверь была заперта, но теперь здесь есть как бы интерфейс, точнее интерьер. На втором этаже, друзья, также есть двери. Вот эта дверь, честно, я могу сказать, что я ее не помню, была ли она у СиДжея в комнате, вроде ее не было. Ну, а вот эта дверь, я точно помню, здесь еще лежал флакончик, с помощью которого мы могли рисовать граффити или закрашивать, также лежал еще фотоаппарат. Ну, а здесь была гардеробная, и это, друзья, классно. Собственно, давайте теперь вылазить из этого домика, он мне понравился, и, надеюсь, карта нам тоже очень сильно понравится. Собственно, мы видим Гроу Стрит, это легендарная улица, опять же, легендарной игры. Видим монстр, который я проходил, наверное, около пяти тысяч раз. Я помню, при полном сохранении у меня здесь стоял военный зеленый танк, но разработчик этой карты не захотел его сюда поставить. Ну и к лучшему, чем меньше блоков, тем больше фпс, то есть, говорят, чем больше грязи, тем больше радость, ну, что-то типа того, только это связано с фпсом. Как мы видим, карта построена на ограниченном мире, но я думаю, что это у меня не так. Нет, друзья, все же построена на ограниченном мире. Да, ну, все же получается, карта ограниченная, но ничего страшного. И, кстати, какого черта здесь делает этот танк? Наверное, именно в этом танке сейчас и сидит CJ. Даже ничего необычного, что танк катается по улицам. Я не знаю, как называется данная страна, где живет CJ. Если знаете, где живет главный герой этой игры, напишите комментарий. Я честно не помню, что это за уголок света. Ну, сделано прикольно, конечно. И я не знаю, сколько автор потратил на эту карту времени, но карта получилась просто замечательной. Вспоминаются сразу все места, которые раньше были в GTA, спорткары, обычные машины, всякие вывески. И я помню, вот этот стадион, где стояли баласы, или как-то их там называли. Ну, в основном, друзья, за эту карту обязательно ставим лайки, а также не забываем подписаться на канал. Ну и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok